джойстик как бы game series значит я включил darksoul потому что тут важно deadzone стиков самое первое что бросилось в глаза что стики короче не там где надо ну то есть это же не как на playstation я просто привычнее когда они оба внизу а этот наверху и это же ну как на xbox но мне вообще я все время ну вот тут держу пальцы как бы так вот deadzone не страшная можно то есть красота там говорили что вот такая ужасная deadzone что типа даже невозможно в darksoul и красота но тут она есть чувствуется то есть вот начинаешь двигать ничего не происходит но потом оно очень очень ну такое плавненькое то есть очень много точек как бы взаимодействия очень ну и так мягко как бы ощущается вообще стики на удивление прям крутые и плюс ничего не надо было настраивать сразу x input получается вот управление я даже не менял вот сильная атака слабая атака а потом а тут я опять хожу стрелками а не сяшкой вот вот и можно стрелять это у меня персонаж просто который все умеет просто тут тут блокирует тут стреляет тут бьет а у меня же зуб по моему драконе есть я только голова дракон так вот и еще тут вот эти ж кнопки боковые ну вот эти лепестки короче pedal buttons так называемые так тут как-то темновато сейчас фонарик тут есть вот этот короче вот эти кнопки это уникальная особенность именно этого джойстика потому что иначе надо было бы их отдельно там устанавливать короче я реально только ради них именно эту модель хотел и они по дефолту тут настроены как кнопка а б x y то есть и поэтому если допустим в дарксоли ничего не меняем нажать одну из этих кнопок они кстати очень близко их легко случайно задеть то вот используется предмет а если вот это то по моему эсту спьется а не это переключение режима вот опять же так прикольно не надо даже не нажимать никаких кнопок а вот это тут получается два вида то есть одна сбоку одна по центру если по центру нажимаешь то он прыгает получается то есть можно а и кувыркаться соответственно можно тоже так то есть держать стик и потом нажимать вот так вот то есть не держа даже никаких кнопок то есть вот так вот так странно вообще то есть мне было интересно всегда как эти кнопки работают нижние но при этом очень непривычно что стик не с той стороны и что они по дефолту забандлены не на то что надо многие кто вот в Elden Ring играют советуют короче на эти кнопки назначать переключение предметов то есть вот как на стрелках вот это лево-право когда оружие переключается допустим или же выбор магии то есть вверх вот эта кнопка вверх кстати прикольно great heal homeward dark orb о прикольно reason and soul а ну а ну это мои дефолтный спел а есть какое-то там я не знаю оу shit sunlight blade стики прикольные как кстати слышал еще жаловались о том что говорят что короче тут иногда ну когда зажимаешь стик то он думает что ты его как бы не до конца нажал и из этого персонажа вместо того чтобы бежать он крадется Но я вот пока только-только-только включил И меня все устраивает Кроме того, что расположение стиков самой не сильно Кайфос, да Самое удивительное, что стики по ощущению Как на Плейстейшене То есть очень плавненькие, качественные Потому что на моем джойстике На китайском, на жалком, вот этом страшном Тут вообще То есть они, мало того, что Очень жесткие, скрипят Но и при этом еще и Неточные, то есть там огромная И дедзона, и они как только По горизонтали действуют, а этот в любую Сторону, как вот Я же говорю, если я привыкну, только Вообще так удобно, именно само ощущение этой игры Сразу крутое, только что-то, кстати, вибрация не включена При том, что ее можно настраивать Я тут инструкцию пока изучаю И можно, чтобы сильно, не сильно Я включил такую среднюю Но пока что-то игра именно не Именно не посылает Вайбрэйшен, хотя, по-моему, я его и не настроил А, вот, кстати, еще что-то мне непривычно Неудобно, что по сравнению с Плейсейшеном Что, короче, кнопка Home и Start Они как бы не там, где надо То есть обычно Там же огромный вот это вот Как Select, я его называю Ну, тачпад на PS4 А Start, он сбоку там далеко И тут иногда хочется нажать Start И я когда нажимаю Хочу нажать Start, то нажимается Home А Home это как такая Системная кнопка именно на этом джойстике Еще тут Turbo и Select даже, кстати, есть Прикольный, я не замечал И эти триггеры очень-очень мягко нажимаются Вот это меня порадовало Потому что я читал в обзорах Ну, в видосиках уже кучу смотрел на него Что, типа, триггеры ощущаются неприкольно Но я так чувствую, что вот Отдача хорошая и мягко нажимаются И прям удобно И самое большое, что, ну, из того, что для меня было неожиданно Это то, что он реально меньше, чем я ожидал Я себе-то представлял, что он гигантский прям будет Ну, потому что он же под Xbox сделан А тот огромный Ну, когда я его увидел, он такой, тю Ну, мне показался меньше, чем я представлял И сейчас вот в руках держу И вообще он реально такой именно компактненький Это прикольно И визуально, кстати, он мне не сильно нравился Но потом, вот когда вот уже держишь То он именно из-за того, что меньше То, в принципе, цвета не так уж важны Так, смотри, тут, чтобы поменять яркость подсветки Надо нажать L, R, R И при этом, и вот стрелками можно вот переключить Вот яркость настраивать Можно вот вообще выключить Но она не выключает все Она выключает только кнопки А это как бы не то Вот, раз, два Ну, мне вот на третий более-менее такой средненький вариант Вот это, кстати, индикатор Он показывает на какую Ну, то есть, если верхняя и нижняя горят Индикаторы Значит, это X-Input То есть, его компьютер распознает как Xbox А если на втором и на четвертом Значит, это будет Direct Input То есть, там кнопки будут в другом порядке И надо настраивать дополнительно джойстик Но я вот хотел именно, чтобы был X-Input И именно по проводу Он еще коннектится и по Bluetooth И по специальному домлу там такому Оу, щит, я только сейчас увидел У меня на туториале написано SE Special Edition или какой-то там Короче, там есть разные версии Есть Pro обычно А если SE, это более поздняя, по сути, прошивка И в ней пофиксированы всякие бани Насчет того, что он по Bluetooth не распознается Насчет того, что кнопки не все работают SE, это, короче, самый крутой вариант Я даже не надеялся, что именно этот вариант попадется Ты шо? Именно полноценный джойстик Оно именно, вот что прикольно, что это как бы И не PlayStation, и не Xbox Но при этом по качеству реально ощущается Как такой, ну, короче, как будто бы Какая-то новая система Не понят... О, кстати, стики Вжимание стиков, прикольно, в принципе Так, кто-то же играть не умеет Сейчас надо Ой, не та кнопка Так, я хотел выбрать спелл Подожди, подожди, сейчас, я хотел Я просто, ну, привык вот этим персонажам Он у меня Так, дай, отбежать Ну, стрелять, короче, вот так вот Классно именно сосчитал У меня просто магия мощная Я просто хочу в действии реально потестить Потому что Так-то в теории это одно Так, сейчас переключаемся на нормальное оружие Минус бот Черт, текстуры Я сейчас думаю, как бы сделать так, чтобы, короче О, фак, у меня не... God damn it. You died, Dad. Я просто не то оружие выбрал. Сейчас надо вернуться, отомстить им всем. Потом humanity применить, кстати. Так вот, я думаю, как сделать так, чтобы, короче, вот эти кнопки работали для переключения спеллов вперед-назад. То есть иногда неудобно, когда надо переключить, допустим, с Resonant Soul на хилку. И потом опять... И у меня, поскольку много выбрано спеллов, то очень долго проматывай. И было прикольно с помощью вот этих вот лепестков, короче, листать спеллы, типа, вперед-назад именно вот по порядку. Так было бы логично. О, у меня персонаж сдох впервые. О, он хилится. Я даже не замечал. О, вон. Ну, не доживал до того момента, чтобы они уже еще и хилились. Так, а как сюда попасть-то? God damn it. Так, если сейчас еще... И тут же их два, блин. Так, сейчас тихо-тихо. Вот это мне не нравится уже, потому что тут надо души сначала. О, все, хорошо. Retrieval. У меня просто мало душ. Тихо-тихо. У меня просто, кстати, вот это единственный Dark Souls оставшихся. Хорошая вообще ситуация такая. Норм, даже вот в действии оно достаточно... Так, это тут можно? О, вообще, я не туда пошел. God damn it. У меня оружие, на самом деле, слабенькое. Так, я... Лучше... Реально тут выгоднее стрелять по ним, потому что у меня спеллы сейчас мощнее, чем сабли. Вот это непонятно. Найс. Оно, я же говорю, ощущается именно вот как полноценный джойстик. Но при этом, ну, что раскладка непривычная. Как будто... Это же, кстати, под Pro контроллер. То есть, можно представлять, что у меня Switch подкорился теперь. Е-е-е. Тут неловкий момент, когда все, пацаны, я Breath of the Wild. Смотри, Y прыгает, короче. А, бегает. Б, ничего не делает. Ну, короче, Breath of the Wild тоже работает. О, бэкстеб. Я забыл, что тут бэкстебы есть. Я просто чаще в Bloodborne играю, чем в Dark Souls. Мне, на самом деле, так нравится вот этот костюм. Он такой, именно, такой прикольный. И плюс, что тут можно со щита стрелять в любой момент. Это прям моя скорость, как бы. Подожди, а как отсюда выбрось? А, ага. Правый стик тоже, кстати. Я ничего не настраивал. То есть, тут скорость дефолтная. Но он очень-очень плавненько, то есть, позволяет двигать. То есть, Dead Zone есть небольшая. Можно некоторое время нажимаешь, ничего не происходит. О, щит, шо? Это жук какой-то. Я такого не помню. Это вообще кто? Так, сейчас. О, все. Кайфозно, конечно. Ты шо? Вот это единственное, сейчас надо научиться переназначать кнопки. Тут даже в инструкции пишут о том, что надо нажимать, чтобы... То есть, можно на них назначать любое действие. То есть, нажимаешь там, как, по-моему, Turbo или Home, и эту лепесток, и потом кнопку. То есть, допустим, я бы хотел, чтобы оно как стрелка работало. То есть, надо будет назначить. Потом расскажу, если что, про это. Ну, первое впечатление вообще, аж прям превзошло, превзошло. Единственное, хотелось бы, чтобы вот это вот гасло. Потому что мне не нравится, когда джойстик светится. Мне в PlayStation бесило, что он все время светится. Я настраивал, чтобы вообще, ну, Backlight еле-еле-еле горел. Потому что так-то оно, когда со светом, то ничего. А вот, когда вот, допустим, играешь вот так вот, ночью, то вообще, ну, оно отвлекать будет. А, можно еще нажать лево и право, вот так вот. И оно гаснет. Ну, опять же, только кнопки. Вот, пять секунд надо держать. Вот, и теперь погасли все кнопки. Хорошо, как раз, этот... Сами кнопки не сильно мешают играть, потому что как раз блок и удар. Найс. Окей, хороший джойстик, короче, внезапно, ну, превзошел, превзошел.